Всем привет! С вами Информ ТВ. О том, что от Александра Калягина родила ребенка Татьяна Щанкина, в актерской тусовке знали все. Но сама Татьяна долгое время молчала. А все потому, что Александр всю жизнь окружал себя многочисленной армией поклонниц. Его не интересовала жизнь женщины, с которой у него отношения уже закончились. Он перевернул эту страницу. Но был один человек, который все время помнил и о Татьяне, и о той беременности. Это жена Александра, известная актриса Евгения Глушенко. Она все время терпела и на развод подала только в 2008 году после огромного скандала, когда всплыла интимная переписка Александра с одной из своих любовниц. А девочка, которая долгие годы не знала своего отца, выросла и своим трудом добивалась признания, стала популярной актрисой. Татьяна Щанкина о карьере актрисы мечтала с раннего детства, но подать документы в театральный даже не старалась. Ей казалось, что это невозможно. Вначале она решила устроиться во МХАТ уборщицей. Закрутила роман с Юрием Беляевым, известным актером, но вскоре эти отношения сошли на нет. В один из дней к ней подошел познакомиться Александр Калягин. В то время он уже был женат на Евгении Глушенко и о его изменах жене знали все в театре. Уж очень он любил приударить за молодыми девушками. Их роман длился пару месяцев, но был довольно плодотворным. Когда Татьяна узнала, что беременна, за ней как раз начал ухаживать художник Михаил Виноградов. Калягин из семьи уходить не собирался, и Татьяна решила не упускать свой шанс. Она вышла замуж за художника и дала дочери его отчество. Когда девочка появилась на свет, Таня уже была студенткой ГИТИСа. Она все-таки решилась исполнить свою мечту. Цитата. Так совпало, что на стадии нашего с Сашей расставания за мной приударил художник Миша Виноградов. Он был внешне похож на Есенина. Блондин, острый красивый нос. А вскоре обнаружилось, что я беременна. Калягин, когда узнал, пытался осторожно выяснить, его ли ребенок. Дочь он увидел, когда ей было 16. Посмотрел внимательно, помолчал, а потом задумчиво произнес «Вроде не похоже». Щенкина говорит, что спустя десятки лет пожалела о том, что не сказала Калягину о дочери раньше. Такие связи в мире кино – это не последнее дело. Но Катя вроде бы и сама справилась и смогла всего добиться. Она закончила Щукинская театральная и карьера у нее складывается неплохо. Девушка снялась почти в полсотни картин и часто занимается озвучкой. Вы могли видеть ее в картинах «Экипаж», «Легенда номер 17» и «Анна детектив». Замуж она так и не вышла. Сейчас все свое время посвящает любимой профессии. В одном интервью артистка призналась – она рада тому, что ее ничего не связывает с Александром Калягиным. Своим отцом она считает Михаила Виноградова и благодарна ему за все. Вот такая вот интересная история. А вам нравится ролик Алягина? Ставьте лайки, если да. Также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!